Любите ли вы американские виски так, как люблю их я? Я думаю, много любителей есть среди моих подписчиков. И американские бурбоны, к сожалению, в последнее время сильно выросли в цене, хотя встречаются по хорошим скидкам. И уже давно, на самом деле, я обращал внимание на эту бутылку, но никак не мог купить. И тут, по случаю, мой подписчик Сергей из моего же города, именно тот самый Сергей, который мне дал на пробу белорусский кальвадос, дал мне также на пробу этот бурбон, стрейч-бурбон Джон Ли. Я приветствую вас на канале Mixed Drin, коктейли, напитки, домашний бар. Сегодня будет проба, а возможно и сравнение американского виски, бурбон Джон Ли, который мне предоставлен на попробовать, за что огромное спасибо всем моим подписчикам, и, конечно, особенно Сергею. В общем, американский виски штука очень интересная, очень разнообразная. До нас в большей степени доходят, конечно, бурбоны, стрейч-бурбоны и различные виски, тот же ржаной. Но по классификации у американцев виски бывает достаточно много, и некоторые те же бренди, например, Apple Jack, являются аналогией яблочного дистиллята. Ну, собственно, по той же системе классифицируются, как и стрейч-бурбон, стрейч-рай виски, есть пшеничные виски, чего только у американцев нет. Но они также представляют свои дистилляты для других компаний. И вот компания John Lee, это бурбон, стрейч-бурбон, олд-резерв, виски-зерновой американский бурбон, который у нас изготавливается во Франции. Компания Bordine, Demain de Florent, Франция, импортер, Moreau. Этот бурбон у нас встречается только в сети OK и в сети Да, которая также относится к сети OK. По стоимости он, на самом деле, значительно дешевле традиционных американских бурбонов. Если года два назад его еще можно было найти рублей за 900, в то время как бурбоны стоили там 1200-1300, сейчас он также практически стоит рублей за 900-1000, но бурбоны уже выросли до ценника 1800-2300 и так далее. Ну, что уже как бы имеет смысл взглянуть в сторону этого производителя, этой марки. Настолько ли есть разница между французским розливом американского спирта и, собственно, традиционным американским бурбоном? Все ли так хорошо? Попробуем, откроем и уже выскажу свое мнение. Ну, пахнет уже неплохо, пахнет кукурузкой. По аромату похож на бурбон. Та же кукуруза, тот же ацетон. Ну, возможно, чуть больше нот не пряных, а таких вот кремовых. Нет, по аромату на самом деле похож. И если сравнивать с российскими стилем бурбон, виски, то я, пожалуй, выберу уже на этапе аромата именно этот продукт. Да, пахнет легким, спиртуозным, мощным, ацетонистым кукурузным виски. Кукурузным бурбоном, в котором на самом деле не хватает пряности, специй, кремовости. У меня, конечно, для него есть конкурент бенчмарк номер 8. Он отличный бурбон для своих 40 градусов, для своей цены. Даже сейчас его можно найти за 1700 в сети лента. Это хороший бурбон, он мне понравился. И в сравнении, в слепом сравнении различных бурбонов, различной крепости, он занял не последнее место, а, наоборот, одно из первых. Хороший, ароматный, вкусный бурбон. Ну, та же самая ацетоновая нота. Но здесь она на самом деле резче и более химическая. Помягче. Больше кремовых нот. Но, на самом деле, профиль очень похож. Да, здесь открытая бутылка. Здесь она уже отстоялась. Даже несмотря на то, что практически полная. Я ее только несколько раз использовал в коктейле, в чистом виде. Все-таки отстоялась. Все-таки немножко выдохся уже вот этот основной спиртозный аромат. По аромату очень приятно. И один, и другой уже похожи на этапе аромата. Уже приятно даже просто нюхать и ощущать, что вот этот продукт можно купить подешевле, чем вот этот. Практически в два раза. Но здесь чувствуется какая-то вот миловая нота. В перемешку к ацетону есть еще вот какая-то химическая лаборатория. Здесь. Ну, более кремовый, более приятный. Тоже спиртуозный, тоже резкий. Хороший бурбон. Пока что чуть-чуть, буквально на полбала на аромате Джон Ли попроще, чем бенчмарк номер 8. Традиционно американский и традиционно американский, но разлит во Франции. Попробуем Джона Ли. Ну, это резко, но это неплохо. Та же самая миловость. Вот какие-то вот сладко-ацетоновые ноты. Здесь уже очень явная вот сладкая кукуруза из банки. Вполне себе неплохо. Сладкий пирожок, в который добавили вот немножко легкого химического аромата. Вполне себе неплохо. Джон Ли. Достойный бурбон. Достойный виски. В американском стиле точно лучше российских аналогов. Бенчмарк. Ну, более плотный. Да, более резкий. Но у него уже есть и карамельные ноты, и сливочные ноты. Эта кукуруза в меньшей степени имеет то влияние, как вот здесь. Прям ощущение, как будто ты взял вот эту горячую кукурузу, на пляже, с маслицем. Немножко, даже нет, здесь без соли, потому что сладенькая. И вот ты ее откусил. Больше пряностей. Здесь вот карамелька, прям кленовый сироп, прям вот деревяшечка. Очень хорошо. Бенчмарк прям великолепен. Джон Ли. Меня здесь, конечно, не отпускает вот это вот ощущение мела. Вот это ощущение кукурузы, которая в каком-то вот пыльном соусе. Но это хорошо, это просто. Сейчас вот, кстати, появился легкий тон морковной ботвы. Вполне себе очень достойный продукт. С учетом, что он стоит в два раза меньше, чем Бенчмарк, Джон Ли очень неплох. Ему бы, конечно, в сравнение надо брать не вот этот продукт, а тот же самый бурбон из магнита, который тоже очень прост. Он максимально кукурузный, спиртуозный. И стоимость примерно та же самая, 900 рублей. Но у меня, к сожалению, его нет. И на самом деле он у нас сейчас очень редко продается. Где его можно найти, я вообще не знаю. Но у него ценник тоже примерно 800-900, ну, точно до 1000 рублей. Я думаю, если вслепую, он был бы ему точно конкурентом. Бенчмарк, конечно, его вытягивает, просто вот рвет, оставляет позади, но только лоб в лоб. Возможно, в закрытую, либо в каком-то сочетании, в коктейлях, Манхэттен, Олд Фэшн, его действительно чуть-чуть улучшить кленовым сиропом, добавить немножко биттера, добавить чуть-чуть апельсиновой цедры, в коктейлях этот кукурузный виски, стрейч-бурбон Джон Ли, будет мало чем отличим от простого, хорошего бурбона из Америки. Да, он более пряный. Да, он более насыщенный. Дольше после вкуса. Он хорош. Он вкусен. Но он не так распространен. Ну, на самом деле, тоже не так распространен. Но бенчмарк отличная вещь. Джон Ли достоин. И теперь, уже зная, что его можно брать как замену, как альтернативу, пусть даже не совсем американского производства, это хорошая вещь. Сергей, тебе еще раз спасибо за возможность попробовать тот виски, который я хотел попробовать, ну, просто жопился и не хотелось брать что-то непонятное за свои деньги. Это хороший бурбон. Ты можешь его использовать в коктейлях. Любой из вас может использовать его в коктейлях, в которых требуется бурбон. Улучшить его, усилить, ароматизировать. Будет отлично. Если у вас есть возможность пробовать настоящие американские виски, настоящие американские бурбоны, лучше даже не 40% алкоголя, а какие-нибудь 45, 47, 50. Отличнейший дикая индейка. 101 индейка. Великолепный бурбон, который имеет крепость 50. Он вообще просто плотничком держится во вкусе, в ощущениях, в коктейлях. Но его найти еще сложнее, чем, наверное, любой из современных вкусных бурбонов. В общем, с вами был Дмитрий, канал MixDrink. Ставьте лайк, подписывайтесь, указывайте ваше мнение в комментариях. Самое главное, будьте здоровы. Всем пока. Ваше здоровье. Субтитры подогнали Симон.